Ударит ли спецоперация в Украине по кошелькам россиян? Ответ России будет незамедлительным. В Казанском федеральном университете презентовали фотоальбом Амирхана Ямики. Фотоальбом, он как бы составлен для высших и средних учебных заведений. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Сабина Хасанова. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Традиционными вопросами стало присвоение ученых званий доцентов, докторов и кандидатов наук. Также в рамках обсуждения была затронута тема заслуживания программ развития институтов в рамках программы «Приоритет 2030». Более подробно об ученом совете в одном из следующих выпусках. 24 февраля президент России объявил о проведении военной спецоперации в недавно признанных суверенными Донецкой и Луганской народных республиках. Что происходит между Россией и Украиной, разбираемся с экспертами Казанского федерального университета. Украинцы спешат покинуть районы военных действий. Как сообщает Минобороны России, подразделения народной милиции Донецка и Луганска перешли в огневое контрнаступление при поддержке российских вооруженных сил. События разворачиваются через два дня после признания суверенитета республик. По данным российских источников, были нанесены точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Никаких ударов по гражданским объектам Россия не наносила. Ну а если говорить о том, что такие заявления делает Зеленский или какие-то другие политики, то, как я уже ранее сказал, сейчас любые действия России будут искажаться и высвечиваться в крайне негативном свете, чтобы представить Россию как агрессора. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ситуация мгновенно отразилась на фондовом рынке. За сутки падение акции ряда крупных российских компаний достигло 50-60%. Тем временем Китай, воздержавшийся от прямой поддержки России, разрешил ввозить российскую пшеницу не из семи регионов, а со всей территории. Неизбежные новые санкции Запада. Какие еще гадают специалисты. Подозреваю, что ограничения на экспорт нефти, газа, пшеницы и так далее, введены не будут, поскольку это просто обрушит мировые рынки соответствующих товаров. То есть запрет на продажу нашей нефти или газа просто приведет к тому, что нефть и газ на мировых рынках станут стоить, может, в полтора, может, в два раза, а может, и в три раза дороже, чем сейчас, что нанесет в первую очередь удар как раз по основным инициаторам санкций. Взаимные обвинения в национализме привели к разрыву дипломатических отношений. Приведут ли эти события к установлению нового железного занавеса, продолжит политолог Роман Теньковцев. Ситуация с железным занавесом, она ведь, в принципе, уже сегодня на наших глазах реализуется со стороны Запада. Ведь как можно расценить те пакеты санкций, которые вводятся по отношению к России, начиная с 2014 года. Уже заявлено руководителями европейских стран и Соединенными Штатами, что будут существенно расширены эти санкции. Ряд европейских стран призвал отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, аналогом которой выступает Российский мир. Также были отменены авиаперелеты в южные регионы России. События продолжают развиваться. Ариадна Кугушева, Универньюс. В рамках реализации программы Priority 2030 в Институте управления экономикой и финансов Казанского Федерального университета продолжается защита дорожных карт структурных подразделений ВУЗа. Отдельно в ходе защиты дорожной карты была затронута тема развития социального и технологического предпринимательства. Активно работают над программой «Стартап как диплом». Заслуживание прошло под председательством в Рео-ректора Казанского Федерального университета Дмитрия Таюрского. В Институте филологии межкультурной коммуникации Казанского университета прошла презентация фотоальбома татарского классика Амирхана Яники для студентов университета. Все подробности мероприятия узнавала наш корреспондент. Ежегодно в канун Международного дня родных языков в Институте филологии межкультурной коммуникации проходят мероприятия, которые рассказывают о творчестве и жизни казанских классиков. В этом году прошла презентация фотоальбома великого писателя Амирхана Яники. Фотоальбом составлен для высших и средних учебных заведений, для того, чтобы учителя, преподаватели могли пользоваться на уроках. Презентация проходит в форме презентации фотоальбома, то есть Амирхан Яники рассказывает сам, комментирует свои фотографии сам. Творчество Амирхана Яники богато многогранно. Наиболее популярными считаются его произведения послевоенной прозе. Они отличаются глубокой лиричностью, обладают большой силой и эмоциональностью воздействия на читателя. Кафедра татарской литературы Казанского федерального университета очень активно работает по популяризации классиков татарских писателей среди общественности, среди вузов и среди учебных заведений. Для учителей мы все это представляем. Вчера фотоальбом был представлен для учителей средних школ. В 2019 году в честь 110-летия Амирхана Яники был переиздан сборник всех его произведений. Одной из самых дорогих для него книг был его автобиографический роман «Страницы прошлого» «Сангэкитап». Он был издан в формате аудиокниги. Некоторые произведения писателя переведены на английский и русский языки. Елизавета Никитина, Амир Юлдашев, Универньюз. Как связан Викторин Грустев и Императорский университет? Викторин Сергеевич Грустев, выдающийся русский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, а также заслуженный деятель науки РСФСР. Родился 24 января 1866 году в семье священника Костромской Троицкой церкви Ипатьевского монастыря Сергея Ивановича Груздева, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова. В 1894 году получил степень доктора медицины, а в 1897, вернувшись в клинику Военно-медицинской академии, был назначен приват-доцентом. С 1900 по 1931 год является руководителем кафедры акушерства и женских болезней в Императорском Казанском университете. В эти же годы Викторин Грустев читал лекции по акушерству и гинекологии в Родионовском институте благородных девиц, а также работал главным редактором научно-популярного журнала «Природа и люди». Груздев – автор более сотни научных работ и ряда монографий, составитель одного из лучших руководств по акушерству женских болезней. Помимо этого, он был одним из первых, кто применял лучевую терапию для лечения злокачественных новообразований матки. Не остается без внимания и отдел рукописей и редких книг Казанского университета. Здесь хранятся различные работы Груздева. К примеру, у меня на руках его работа под названием «К вопросу о кистах желтых тел яичника» и многие другие материалы. Помимо этого, фамилия Груздева фигурирует на 15-й странице списка должностных лиц Казанского учебного округа 1912 года. За истекшие годы через акушерское отделение прошли 4100 беременных рожениц и родильниц. В оборудованной по современным в те годы требованием операционной успешно выполнены им первые 100 чревосечений. В гинекологическом отделении пролечили 2867 женщин. У половины из них выполнено чревосечение. Вопросы организации хирургических методов лечения в руководимой им клинике он подробно изложил в статье. К технике брюшных чревосечений, опубликованной в журнале «Русский врач», а затем и в немецком журнале. В честь викторины Груздева была учреждена премия за лучшие работы в области акушерства и гинекологии в Казанском университете. За плодотворную научную деятельность ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки СССР. Также именем Груздева была названа одна из улиц в историческом центре Казани. Его имя уже 80 лет носит роддом клиника, более известная как Груздевка. В Казани именем Груздева названа улица и в честь 150-летия со дня рождения медика была выпущена книга, посвященная его деятельности. Скончался выдающийся медик 7 февраля 1938 году в Казани. Был похоронен на Арском кладбище. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. На этом все. В студии была Сабина Хасанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова